Всем привет! Сегодня видео, как сделать вино из яблок. Он же сидр. Смотрите, вот такие мне яблочки. Это те, что попадали с дерева. У меня их тут немного. На бутылечек поставить хватит. Что сейчас будем делать? Те, что сильно грязные, что у меня падали на огород, я их повытираю, но мыть не буду. Немножко остальные не буду вытирать, ничего не буду делать. Режем их аккуратненько на дольку и вырезаем серединку, где побитое, все это вырезаем. Режем сейчас на кусочки, дальше покажу. Яблочки порезал. Такое количество у меня получилось. Это у нас 12 литровое ведро в объеме литров на 10. Дальше наша задача их измельчить. Либо мясорубка, либо блендер. Я буду использовать блендер. Яблоки в удобную тару и вот. Ну, в общем, таким вот макаром. Такое куре у меня получилось. Ну, пооставались, конечно, еще небольшие кусочки, но ничего страшного. В общем, сейчас это все дело. Я возьму, высыплю вот такое чистое ведро, приготовил. Накрою его крышечкой и оставлю на два-три дня, чтобы оно там начало бродить. При этом два-три раза в день я его буду помешивать. Ну все, встретимся через три дня. Ребят, два дня прошло. Сейчас будем процеживать. Сначала процежу через вот такой друшвак. Отделю более крупную фракцию, а потом через меленький. Ну и через марлю. Начинаем. Здесь в основном сверху одна шапка, но тем не менее это немножко накапает. В общем, процежу, покажу вам, что получилось. Ребята, вот сок процедил, вот он уже чистенький. Вот весь жмых наш, кто-то такой сухой. Сейчас переливаем это все в бутыль и ставим под гидрозатвор. Жду гневных комментариев по поводу, что я переливаю в пластиковую бутыль. А тот занес я уже в свою летнюю кухню. Добавил я сахара с учетом 100 грамм на литр сока полученный. Видите, я перемешал. Вот пенка хорошо, значит там дрожжи все работает, все будет отлично. Поставил я под гидрозатвор в бутылочку. Ну и так оставляем недели две-три. Ну смотрим, как будет бродить. Потом выпадет осадок. Мы снимем с осадка. Ну и по вкусу попробуем сахар добавлять, не добавлять. Ну пока так. Так, ребятушки, наш сидр вот так себя прекрасно чувствует. Вот видите, выпал вот такой осадочек. Прошло где-то три-четыре недели. Сейчас будем сниматься осадка, добавлять сахарок по вкусу. Так, ребят, прошло уже где-то месяца, наверное, два, может два с половиной. В общем, показываю вам результат нашего яблочного вино. Он же сидр, он же кальвадос, наверное, так, не знаю. Я его называю просто яблочное вино. Вот вы видите, бутылка, баклажка стала немного грязной, она тут в пыли, она в летней кухне у меня. Вот я уже налил стаканчик, показать вам то, что получилось. Вы видите, прозрачный кристальный цвет, аромат, ребят, это не передать. Очень вкусный. По сладости как раз в меру получилось. В общем, вот такой вот рецепт вина. Может, кому было полезно. Делайте по данному рецепту, не пожалеете. Сейчас я это все дело попереливаю по бутылкам и отнесу в погреб на хранение. Так что, ребят, кому полезно всегда, пожалуйста. Какие-то вопросы, как всегда, в комментариях. Все. Всем счастливо и пока.